МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ноябрьск-24". Продолжает свою работу. И сейчас коротко о главных темах четверга. Отметка в 10 тысяч позади. На Ямале растет число заболевших ковид-19. Ноябрьск – лидер суточного прироста. Надеются на чудо. Деньги на операцию с унилялиной практически собраны. Но границы с Израилем вновь закрыты. И на неделю дольше. Оздоровительный лагерь в Анапе продлит отдых ямальских детей. В больнице Ноябрьска за сутки скончались двое ковид-положительных пациентов. Женщина 42 лет и 61-летний мужчина. Кроме того, в Ноябрьске снова зафиксирован самый высокий в регионе суточный прирост заболевших. 39 новых случаев. В Новом Уренгое – 32, в остальных городах региона – меньше 10. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии превысило 10 тысяч человек. Пять месяцев. Именно столько потребовала семье маленькой Сони Лялиной, чтобы собрать почти всю сумму на лечение девочки. И 7 миллионов на счету уже 6,5. Правда, теперь возникли новые проблемы. Тему продолжит Яна Джуз. Побыстрее бы попасть туда, конечно, смешанной. Очень, получается, и радость. Допустим, вчера у нас опять забилась трубка, опять она синела. Попасть в израильскую клинику Ихилов. К этой цели семья Сони Лялиной идет уже полгода. Лечение девочке нужно как воздух. Врачи обещают удалить малышке трахеостому и дать шанс на полноценную жизнь. Цена вопроса больше 7 миллионов рублей. Сумма неподъемная для семьи. За пять месяцев, благодаря неравнодушным людям, удалось собрать 6,5 миллионов. Жители Ноябрьска еще с самого начала довольно большой вклад несли. Я очень благодарна всем жителям, всей России, можно так сказать, и в частности жителям Ноябрьска, которые помогли с организацией этого сбора вообще, поверить нам в чудо, дали нам надежду. Сбором на лечение и реабилитацию занимается благотворительный фонд Алеши. Собирали, как говорится, с миру по нитке. Бывало, когда за день люди жертвовали около миллиона, а иногда несколько дней не поступало ни рубля. Проблема вся в том, что мы сейчас, весь мир столкнулся с пандемией. У нас был карантин. Многие люди оказались на карантине, многие оказались в вынужденных отпусках, кто-то оказался уволен, да, и прочее, и прочее. Конечно, это внесло свои коррективы. Плюс скачок доллара тоже внес свои коррективы. Сумма увеличилась на вот эту вот разницу. Сегодня оказать помощь можно несколькими способами. Перевод онлайн, по реквизитам или через СМС. Как раз последний стал самым популярным среди ноябрьцев. Все, что для этого нужно, отправить сообщение с указанием суммы на короткий номер 9112. Люди, сидя дома, да, оказавшись тоже в непростой финансовой ситуации, моральной ситуации, они не перестали помогать. И слава богу, что нам в этих непростых условиях, но удалось закрыть почти уже сбор. И мы считаем, что это, конечно, в рамках вот этого кризиса, в рамках вот такого положения, это довольно неплохой результат. Деньги нужны не только на операцию и лечение, но и на проживание в чужой стране. На это родители собирают средства отдельно. 1 миллион 200 тысяч рублей понадобится для оплаты проезда и проживания в Израиле. Это 3-4 месяца. Сейчас собрано 200 тысяч. Этого должно хватить на перелет в одну сторону и первый месяц аренды жилья. Но и здесь пандемия внесла коррективы. Билеты уже на руках, клиника готова принять. А страна, кажется, нет. В Израиле объявили вторую волну коронавируса и закрыли границы. Пускай только местных жителей и гражданство около Израильска. Как туда теперь попасть? Как это все к завершающему моменту зависит? Семья Сони сегодня надеется на чудо. А точнее, на медицинский туризм. 7 августа девочка должна отправиться на лечение. А пока сбор средств продолжается. Яна Джуз, Сергей Павлов, Ноябрьск, 24. 237 молодых семей Ноябрьска получили в этом году сертификаты на приобретение жилья. 206 уже их реализовали, остальные в процессе. В этом году молодые семьи оказались в непростой ситуации. Ограничительные меры, вводимые из-за пандемии, добавляли трудностей. Использовать полученные свидетельства вовремя люди просто не успевали. Поэтому приходилось продлевать сроки действия сертификатов. Хотелось бы отметить, что в такую нестандартную ситуацию попали те молодые семьи, которые хотели принять участие в программных мероприятиях и подать соответствующий пакет документов. На уровне правительства округа эта ситуация также была оценена и внесены изменения в порядок реализации программы. На сегодняшний день срок приема документов для участия продлен пока до 1 сентября 2020 года. В этом году на улицах Ноябрьска появится более 300 новых светильников. Светлее станет в 7 микрорайоне на участке от улицы Высоцкого до пересечения с улицы Цоя обустрой 501 метр сетей уличного освещения. Речь идет о внутриквартальном проезде. В этом году будет решена проблема с освещением проезда от улицы Холмогорской до гимназии номер 1. В целом в рамках программы благоустройства обустроят 1500 метров новых сетей. Запланировано обновление системы освещения на улице Советской. На участке протяженностью 420 метров установят 58 светильников вдоль проезжей части и 39 для освещения тротуара. Пропавшая почти неделю назад жительница Надыма найдена живой. Ирина Климанова ушла из дома 18 июля, отправилась на прогулку с собакой. Пес вернулся домой один. Поиском Ирины были привлечены полицейские, спасатели и добровольцы. Задействовали квадрокоптер. Поисковики уже готовы были привлекать авиацию, но поддержка с воздуха не потребовалась. Как рассказал руководитель отряда «Лиза-алерт Ямал» Игорь Забаровский, поздно вечером 22 июля поступила информация о том, что пропавшая женщина нашлась. Пока неизвестно, где именно она находилась все эти дни, ни в одном официальном ведомстве специалисты, которого также участвовали в поисках, эту информацию журналистам предоставить не смогли. Сейчас продолжаются поиски 60-летней Татьяны Антиповой. Как сообщают поисковики, 17 июля о местонахождении женщины ничего не известно. Она может находиться в районе Тарасовского месторождения или поселка Урпе. Особые приметы – рост 160 см, нормального телосложения, волосы темно-каштановые ниже плеч, глаза серо-голубые. Во что была одета, неизвестно. Те, кто увидел пропавшую или знает о ее местонахождении, просят сообщить информацию по телефону 8 800 754 52 или 112. На московском нефтеперерабатывающем заводе дали старт работе современного комплекса «Газпромнефти». В церемонии запуска участвовали Владимир Путин, министр энергетики Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков и гендиректор завода Виталий Зубер. После запуска комплекса МПЗ выведет из эксплуатации сразу пять объектов прошлого поколения, но производственные мощности только возрастут. Европлюс так называется комплекс. Он объединяет все процессы от переработки сырья до выпуска бензина, дизельного топлива, авиационного керосина. Для безопасности в компании создали цифровую модель установки. Все данные о ее работе в режиме реального времени собирают 15 тысяч датчиков. Но все-таки главные плюсы комплекса очевидны. Он позволит довести переработку нефти до лучших мировых показаний. и на 11% сократит влияние завода на экологию. Безусловно, это очень важный проект. Это тот проект, который нам позволил увеличить объемы производства моторных топлив и авиакеросина, позволил повысить экономическую эффективность завода, повысить его производственную безопасность, снизить нагрузку на окружающую среду. Но, помимо этого, этот проект также является очень важным для реализации стратегической задачи для нас превращения московского нефтеперевозащего завода в современный цифровой нефтеперевозащий завод 21 века. Жители Ноябрьска могут получить консультацию по телефону от пенсионного фонда. Чтобы узнать ответы на персональные вопросы, нужно назвать кодовое слово. Это относительно новая услуга. Она позволяет не приходить лично в пенсионный фонд, что особенно актуально в сложную эпид-обстановку. По кодовому слову специалисты расскажут, к примеру, о размере пенсии, об учете трудового стажа, пересрасчете пенсионных накоплений. То есть конфиденциальную информацию, которую просто так по телефону получить нельзя. Задать кодовое слово можно по заявлению. Оформить заявление о кодовом слове либо секретном вопросе можно на сайте пенсионного фонда в профиле гражданина. Там можно установить то слово, которое вы считаете для себя приемлемым. И при общении со специалистом необходимо будет указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, в том числе и кодовое слово. Лагерь, куда поедут школьники с Ямала, на неделю продлил смену. Оздоровительный центр премьера, это в Анапе, готов к принятию майских школьников с 3 по 23 августа. Ранее планировалось, что дети будут находиться там две недели. Об этом сообщается на сайте Департамента молодежной политики ЯНАУ. Отправиться туда могут дети в возрасте от 7 до 17 лет, которые относятся льготным категориям. Также принять в оздоровительный центре готовы детей-медработников, которые работают с заболевшими коронавирусом. Заявку можно подать на сайте mallcenter.ru. Все дети направляются на отдых за счет средств окружного бюджета. Полностью оплачивается как дорога до места отдыха и обратно, так и сама путевка в лагерь. Тренер по плаванию из Губкинского установил флаг города на вершине Эльбруса. Это самая высокая точка Европы, больше 5000 метров. Для Александра Никифорова это не первое восхождение. На Эльбрус он уже поднимался в 2017-м. В этот раз Никифоров поднимался вместе с сыном. Первые 8 дней были так называемые акклиматизационные подъемы. Ну а после ямальцы взяли высоту вместе с группой туристов. В первом восхождении все сложилось как бы никогда удачно, потому что и с погодой повезло. И, ну, так сказать, с первой попытки мы поднялись при замечательной погоде. Видимость была отличная. Мы стояли на горе над облаками, видны были все горы. А этот раз восхождение было намного сложнее, потому что метель, мороз, нулевая видимость. Как вы видите из фотографии, мы стояли на вершине, и вокруг ничего не видно. Арктический центр добровольчества набирает команду для поездки в Иркутскую область. Приоритеты опытные туристы. Ямальцы отправятся к Байкалу там с 15 по 30 августа. Они будут строить туристические тропы. Главная цель научиться этому непростому процессу, чтобы в дальнейшем помогать развивать экотуризм на Ямале. Ведь в нашем регионе тоже есть интересные для походов места. Это Полярный Урал и 501-я стройка. Все расходы на себя берут организаторы. Еще больше новостей на сайте noyabresk24.ru и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях.